...каждого компонента от целого. Ну, представляете себе, там, не знаю, пиццу, пирог, что угодно. Слава маркера — это доля процента от целого, либо там составила x процентов. Второй тип сравнения — это сравнение позиционное, и оно показывает, как объекты соотносятся друг с другом. То есть больше чем, меньше чем, равно чем. Это тот самый рейтинг. Третье — это временное. Как значения меняются во времени. То есть изменяется, растет, снижается, колеблется. То есть это месяц, годы, наши такие, как раз-таки, те самые червячки, которые вам на ней нарисовала. Частотное — сколько объектов попадает в определенные последовательные области числовых значений. То есть в диапазоне частотность распределения. Это одно из самых сложных, наверное, типов сравнения. То есть вы, допустим, видите, наверху есть небольшая диаграмма, и показано, в каких годах, сколько фильмов про супергероя выходило. То есть вы выбираете диапазон — один год. И показываете, сколько показателей в этот диапазон входит. И корреляционное. Здесь вы смотрите зависимость между двумя переменами. То есть возрастает, снижается, меняется, там, в случае, ну, то есть связано. Не нашла, к сожалению, никакой диаграммы, либо инфографики с супергероями, но нашла потрясающую, как мне показалось, диаграмму, которая показывает зависимость употребления сыра моцарелла на душу населения от количества защищенных кандидатских диссертаций в строительстве в США. Как вы видите, чем больше кандидатских, тем больше любви к сыру моцареллу. Все методично. Сводей внизу, да. Так, дальше мы переходим к типам диаграмм. И чтобы вы сразу понимали, диаграмм очень много. Точнее, их не просто много, а их очень-очень-очень много. И это далеко не все диаграммы, которые есть. Их, на самом деле, еще больше. И вы, если поискете в интернете, можете найти действительно большие, огромные примеры. Часть из них строится простыми тулами, как Excel, PowerPoint, часть при помощи кодинга. Но так или иначе, практически все они сводятся к этим пяти диаграммам. То есть это круговая, гистограмма, линейчатая, график и точечная, либо пузырьковая. Давайте поговорим, наверное, про каждую из них, просто чтобы вы понимали, на какие моменты, на что надо смотреть, когда мы рисуем каждую диаграмму. Например, круговая диаграмма. Ну, допустим, здесь мы смотрим распределение времени сотрудника на какие-то там работы в течение дня. Первое правило, это правило 12 часов. То есть ваша круговая диаграмма всегда должна начинать с 12. То есть когда вот этот сегмент начинает куда-то завариваться, это уже не есть хорошо. Всегда помните про контрастное главное. То есть то самое главное, первое, что вы показываете, оно начинается с 12 часов. И вы выделяете к нему другим контрастным цветом. Помните про то, что круговые диаграммы хороши, когда там не очень много показателей. Помните вот наши первые вот эти вот, где что-то пошло не так, много примерных диаграмм, там было много круговых. И все они были нечитабельны. И самое важное, правильно, я умоляю вас просто, никогда не используйте 3D, ни в одной из ваших диаграмм. Я объясню почему. Представьте себе обычную круговую диаграмму, где зашили определенные данные. Углы выглядят так. Если вы добавляете 3D, то ваши углы визуально не меняются. То есть вот этот вот сегмент, он становится больше. И это неправильно. То есть если ваша задача манипулировать данными, показать не совсем то, что есть на самом деле, то да, вы можете это использовать. Но лично я когда вижу 3D-диаграмму, я понимаю, что в чем проблема, где подвох. Поэтому лучше не используйте их, потому что вы сами себе, ну, мне кажется, ну, это некрасиво, это неправильно. Линейные 4D-диаграммы. Первое – это порядок категории. То есть когда вы строите линейные 4D-диаграммы, вы их рейтингуете от большего к меньшему, либо от меньшего к большему. Помните про контрастное главное. То есть вы выделяете ваше главное, то, что вы показываете, ваш тот самый фокус. Мы всегда ведь помним про фокус. Вы его выделяете. Помните про то, что у нас диаграммы все наши бывают достаточно большие. И подписи значений, их тоже бывает немного. Поэтому не надо писать там 3,278 тысячных. Это никто не запомнит. Либо округляется полностью до целого числа, либо до одной цифры после запятой. Всегда помните про шкалу, либо подпись значений. Если вы оставляете шкалу, то просто подписывайте ваше самое главное. Если вы делаете подпись значений обсижута на каждом столбике, тогда выбирайте шкалу. Потому что здесь идет уже дубль. Вы дублируете цифры здесь, вы дублируете цифры на графике. Зачем? Дизайн это не про украшательство. То есть каждое ваше действие, каждая ваша закраска, приписка, это все должно иметь какую-то цену. Если цель здесь и там она одинаковая, оставьте что-нибудь одно. И помните тоже, очень важно, расстояние между линейками должно быть меньше, чем ширина своих линейок. Это очень часто встречается в диаграммах, когда вот это расстояние, оно очень большое, а столбики сами маленькие. То есть объемы, они даже считываются, они помогают вашим диаграммам. Про инстаграммы, в принципе, абсолютно то же самое. То есть мы просто разворачиваем эту диаграммку, и здесь уже возможны подписи других данных. То есть мы всегда вызываем главное, мы помним про расстояние между линейками. И помните, что периоды, они должны идти по возрастанию. То есть если диаграмма временная, мы выбрали временное сравнение, используем время, то помните, что периоды, они должны идти последовательно, и значения должны быть дискретными. То есть чтобы не было таких провалов, где вы, допустим, январь, февраль, март, дальше июль. Июль, декабрь. То есть они у вас идут последовательно, визуально, и человек не понимает, что вот у вас пропущен целый кусок месяцев. А что было в этом пропуске? Взлет, падение. То есть когда есть пропуск, тоже возникает вопрос. Ну, что-то не то. Графики. Когда мы говорим про графики, мы помним, что мы выделяем наиболее значимую линию, тот самый наш фокус. Мы оставляем подписи значения либо шкалу. То есть если каждый маркер мы прописываем, то шкалу убираем. Если у нас есть шкала, то пропишите только самые пики, точки экстремума. Когда мы говорим про графики, мы имеем в виду два графика. Это обычный совмещенный график и диаграмма с областями. Когда мы говорим про совмещенный, его можно облегчить. Его можно разнести, допустим, один на несколько, где мы показываем нашу основную линию и что с чем сравниваем. Диаграмма с областями, она сложнее. Сам ее можно разнести на несколько, чтобы все сравнивались относительно прямой линии. Если вы их все совмещаете, то помните, что ваш самый важный сегмент, в данном случае это сегмент В, он должен быть над осью абстриз. Потому что относительно прямой, вот этот нижний горизонтальный, легче сравнивать. И точечная пузырьковая диаграмма. Выглядят они примерно так. Отличие на самом деле в службе 2. Это если много показателей используем точечную, и если мало, то в пузырьковую. И в пузырьков добавляется третье измерение, которое уже играет на размеры вашего пузырька. Как в этом во всем не запутаться? Тот самый джин железный, про который я вам говорила, придумала превосходную матрицу. Можете распечататься и всегда ей пользоваться. То есть вы определились с вашей идеей, что вы хотите показать. Вы выбираете тип сравнения, который используется, и выбираете круговую диаграмму. Вы видите, что есть несколько вариантов диаграмм, которые можно для этого типа сравнений. Каждый из вариантов, какой из вариантов выбрать, вам подскажет ваша идея. Здесь все просто. Иногда мы можем, даже несмотря на то, что все так просто, есть такая легкая простая матрица, мы можем запутаться. И вот, допустим, когда нам надо сравнить 2 целых, 2 целых, то мы рисуем такую диаграмму. В принципе, она правильная. Но можно сделать еще немножко проще. Можно сделать такую диаграмму. И вместо того, чтобы смотреть сначала сюда, потом сюда, потом опять сюда, и сюда, и вот так вот каждый, а потом еще друг с другом сравнивать, вы смотрите просто сразу же. Легко и проще считывается второй график, чем первый. И теперь я предлагаю вам, сейчас я пока выключу, чтобы вы это не видели, мы раздадим вам 6 таких диаграммок. И я прошу вас только, пока все будут раздавать, не смотрите, не считайте. Вот визуально, чисто интуитивно, как вам кажется, сколько процентов занимает каждый сегмент? Не надо заранее считать, чтобы в сумме они давали все 100%. Просто вот наобум, как вам кажется, первое попавшее число, потом, когда все эти 6 диаграмм вы пропишете, подведите итоги, сколько у вас получилось в сумме. Дальше посмотрим. Те, кто не получили, я думаю, могут, в принципе, попробовать присылать. Сколько процентов занимает... Давайте сюда включу. Сколько процентов занимает каждый сегмент? Не считайте заранее, чтобы в сумме получилось 100%. Здесь это не важно. Вот как вам кажется? Верхний треугольничек, нижний, и вот дальше. Сколько процентов занимает у каждой? Мы помним то, что диаграммы нужны нам для того, чтобы быстрее, четче показать важную информацию. То есть, все должно считываться легко. Легко и просто. потом, когда подпишете все проценты, суммируйте их. всем всегда очень нравится график с прессом несмертии. Вот он всегда занимает прям вот топ просто. То есть, мы с вами говорили про то, что эмоции, вот этот все какой-нибудь креативный подход к составлению, это важно. Но иногда это играет нам не на руку. Поэтому, когда мы вот что-то такое эдакое пытаемся придумать, всегда помните о том, что, ну, оправданно ли это. А вообще, одно из самых главных правил презентации вообще в целом, когда вы делаете презентацию, представляете, что эту презентацию будет показывать вам. То есть, вам бы хотелось смотреть презентацию. Если вам она нравится, и вам, ну, приятно с ней работать, то, мне кажется, 50% успеха уже есть. Ну что, как успехи? Надеюсь, в примере есть примеры. Ну да, хотел примерить. Нет, на самом деле, все эти примеры, насколько я поняла, они были взяты из практики. Тебя смешает то, такое вот это используют? Или это что-то? Я, тем более, хотела бы сказать, используют и не такое. Предела, креатива и полюб человеческих фантазий его не существует. Получилось? В сумме 100% получилось где-нибудь? Везде. Везде? Везде. Не с первого раза. Путем вычислений, да? Ну, будет путем вычислений, да, конечно. Ну что, давайте посмотрим, наверное, какие же, собственно, реальные значения на этих диаграммах. Первая диаграмма. 5, 7, 11, 24, 53. В сумме 100. Отлично. Второй пример. 37, 31, 10, 14, 8. В сумме 100. Третий пример. 58, 32, 32, 3, 4, 3. В сумме 100. Четвертый пример. Процент смертей. 7, 6, 17, 16, 54. Пятый пример. 7, 15, 18, 25, 35. И последний, наверное, с ним возникло меньше всего проблем. Это 5, 7, 11, 2, 4, 53. А теперь обратите внимание, что первый и последний построены на абсолютно одинаковые гаджи. Возвращаемся к самому первому слайду этого блока. Диаграмма нам нужна для того, чтобы четче и быстрее показывать то, что вы говорите словами, либо текстами, либо табличками. То есть, если диаграмма эту функцию не выполняет, то проблема в диаграмме. Не в данных. Подбирайте что-то другое. Презентации, которые решают коммуникационные задачи. Почему некоторые презентации бывают скучными? А некоторые бывают, наоборот, такими удушевителями, которые призывают к действиям. На самом деле, в чем секрет таких презентаций? И секрет прост. Презентация должна включать в себя 4 основных блока. И вот в сумме всех этих блоков получится у вас хорошая презентация. Первая – это цель. То есть, ваша презентация должна нести какую-то определенную цель. Причем эта цель должна быть практичная и значимая. Вторая – это информация. Ваша презентация строится на основе каких-то данных. И эти данные должны быть верифицированы в первую очередь и структурированы во вторую. Третья – это история. Ваша презентация должна рассказывать некую историю. И эта история должна быть релевантная и интересная, чтобы держать вас. И это визуализация, которая должна быть гармоничной и привлекательной. В сумме все это при наложении дает вам идеальную презентацию. Если выпадает какой-то блок, может быть, что угодно, кроме идеальной презентации. Например, если у вас есть история и визуализация, то, скорее всего, это что-то про искусство. То есть, у вас есть какая-то интересная, красивая картинка, либо там скульптура, что-то. Это вот про искусство. Если у вас будет история, информация и визуализация, но у вас не будет идеи, для чего вы это все делаете, это будет вообще бесполезная вещь. Если у вас есть информация, и вы ее как-то визуализируете, то это больше про инфографику. У вас есть данные, вы их визуализируете. Нет понятного для чего, непонятно, с какой историей вы это все несете. Поэтому только при совмещении всех этих четырех блоков больших массивных у вас получится та самая идеальная презентация, которая вас душит ваших зрителей. И парам-пам-пам, голубой цвет, все, мы уже в самом конце. Вот в Blast Life Half Ever просто... Меня всегда все спрашивают, собственно, как пикнуть по-моему, на один слайд. То есть, очень часто бывает, подходят, говорят, слушайте, вот, у нас один или два слайда, надо, а у вас 55 страниц в Excel, еще 25 томов каких-нибудь там литературы. Вот все надо и просто на один слайд пожалуйста, помоги. Знаете как? Никак. На самом деле, это никак нельзя сделать, но вот хоть вы хоть бы тресните, потому что в любом случае вы помните про фокус. В один момент человек может удерживать в фокусе только одну вещь плюс две на периферии, то есть три вещи. Поэтому, если на вашем слайде больше каких-то вот трех визуальных блоков, то это провал. Запомните, что ваша презентация, она измеряется не в слайдах, а в минутах, которые вы тратите. Вы можете оставить один слайд, где будет там четвертым пунктом набрано километр текста, будет вставлено 55 таблиц и каких-то еще 12 графиков, но человек на этот график, на этот слайд, он потратит гораздо больше времени, чем разнесется всю эту информацию на там 10-15 слайдов. Как вы думаете, сколько слайдов было в этой презентации? 30. 30. 30. Ну, 35. Ну, что? Тарам-тарам-тарам-тарам. 181 слайд. Скорее всего, не чувствуется. И давайте подведем, наверное, друзьям, про что мы сегодня с вами говорили. Мы помним то, что визуальная информация обрабатывается мозгом быстрее, чем текст или табличка, поэтому мы используем визуальную информацию. Мы говорим нет сложным и неочевидным категориям, то есть, такими как дизайн, маркетинг и вот это вот все. Мы помним то, что рисовать красиво может каждый, и для этого у нас есть чек-лист для недизайнеров. Не забываем о том, что диаграммы, они быстрее и проще помогают обнаружить вашу идею. И для того, чтобы построить ту самую идеальную диаграмму, мы проходим три шага. Это цель, тип сравнения и тип диаграммы. Мы говорим нет 3D и прочим украшательствам. Прочим украшательствам это всякие тенюшки, текстуры, вот тоже там, текстура плетеной корзинкой, либо там мелкий горошек. Для печали, опять-таки, вот этот мелкий горошек либо какие-то косые линии, они иногда оправданы. Если вы делаете документ для печати, для черно-белой, то все вот эти градации световых теней, они будут не видны. Но вы можете сделать разный узор заливки вашей диаграммы. Тогда это будет оправданно. Секрет презентации, слияние целей, информации, истории и хорошей визуализации. Помните тот цветочек. И последнее, это не экономить на слайдах, потому что ваша презентация считается не слайдами, а количеством времени, которое вы на нее тратите. А теперь все видят этот слайд и никогда так не делаете. Почему? Фокусы. Здесь нет фокуса, здесь нет истории, здесь нет ничего интересного. Просто сухая информация, чтобы у вас она была. Честно спрашиваю, что можно почитать вообще, чтобы было полезно актрисовать. Книг очень много, еще даже больше, чем, мне кажется, видов диаграмм. Поэтому вот 7, они реально, если вы все 7 прочитаете, вы будете мега-гуру презентаций. Но я сомневаюсь, что у нас есть время вычитать 7 книг по какой-то одной теме, поэтому вот эти вот 3 это реально супер, супер важные, супер, самые главные, простые. Вопросы? Да? Вопрос. Может, у меня 3 вопроса. Первый вопрос. Есть ли возрастное различие? Мы делаем презентацию для молодого человека, которому 20 лет, и для человека, которому 60 лет. Чем они должны отличаться и должны отличаться чем-нибудь? Да, определенно они должны отличаться. Есть теория поколений, теория Иксов и Иксов, и для каждого из них важны определенные какие-то показатели. Допустим, для Иксов это важна стабильность, какой-то комфорт, удобство. Для Иксов это должно быть что-то динамичное, постоянно меняющееся. То есть, если вы делаете презентацию для более старшего поколения, то должна быть спокойная, уверенная, прям, ну такая, то есть, когда ее смотришь, тебе должно быть чувствовать, что все хорошо. Когда вы делаете что-то для Игриков, должно быть что-то подвижное, яркое, живое. Поэтому, да, интереселенные. Так, еще один вопрос. Можете ли в одной презентации использовать несколько видов диаграмм? Конечно, конечно. А на одном листе, на одном слайде? Ну, если это не 55 диаграмм, на одном слайде, то да. Нет, ну, обычно на слайде вполне гармонично смотрятся два, ну, три, это просто вот большой натяжка. Так, если две диаграммки на одном слайде, которые, опять-таки, если они все про одно, то да. Если идеи разные, то вы помните, один слайд – это одна идея. То лучше их разнести. И вопрос. Почему у вас такая цветовая гамма была выбрана? Цвет такой коричневый, детский. На самом деле, это просто рандомно подобранные пять цветов, которые по-моему сочетаются. Ничего. Рубовкого смысла нет? Нет, абсолютно никакого. Еще вопросы. Что за шрифт вы используете? Шрифт «Цирк». Если хотите, я тоже вам это все вышлю. Шрифт очень удобный. У него есть пять вариантов написания от суперлегкого до супержурного. И вот вы не рекоменовали список когда вы делаете? Хотя вот список очень часто используются как поведение долга, то есть выделение основных введений. А как? Ну, как вариант, можно было, не знаю, добавить, разносить это все на слайды, конечно, для выступления. Это можно было, да. Если бы это что-то более такое сухое и для отправки, то можно, во-первых, сделать шрифт поменьше, расстояние между строчками, строчками, между локонами побольше. И не цифры, а какие-нибудь визуальные пиктограммки, да. Но опять-таки, чтобы они были максимально приближены к вашему смыслу, чтобы это не было как-то альфографика реанностей. Ну, вот как-то со списками, визуализация списков, это да, это самое сложное. Скажите, как вы относитесь к использованию фотографий крупных, которые фоном, длину, служим на ряда? Для настроения? Нет, это все можно, все можно. Если идет текст поверх фотографии, то смотрите, чтобы этот текст не лепил, не сливался, то есть, либо затемняется, либо уходи там более светлую делать фотографию. Так, да, если это особенная презентация для выступлений, если она для какого-то события, где адекватная публика, а не такие суровые, прям мужчины в галстриках, да, это не собрание акционеров, туда какая-нибудь картинка веселая, это будет вот то, что нужно. Если это опять-таки все зависит от вашей задачи. То есть, если вы идете на собрание акционеров и показываете график, где вам идет рост, у меня в одной группе мы строили графики, и молодой человек, он график, где строят рост, он поставил гиппу анимированного медведя. Он на тот хлоп, он прыгал, как бы он говорит, это же здорово. Я говорю, да, это здорово, я этот график помню до сих пор уже прошло 3 года, но тем не менее, это не для собрания акционеров. То есть, вот эти вот ваши задачи, их надо тоже, ну, как-то учитывать со себя, в некоторых случаях, наверное, сдерживать, даже если очень хочется. Алиса, ты сама заставили все рисовала, в чем, в как? Все это, и даже больше, то все, что я рисую, я рисую просто в PowerPoint, и это обусловлено тем, что я работаю в компании, в которой есть лицензия, точнее, нет лицензия на что-то другое, плюс я работаю с большим количеством консультантов, которые пользуются только PowerPoint. Соответственно, если я им дам в какой-то другой программе, то они уже не смогут редактировать. Многие у меня очень спрашивают про Prezi. Prezi, да, это хороший инструмент, но, опять-таки, самое главное, не переборщить, потому что при большом количестве анимаций, это когда вот все, версия крутится, куда-то уплывает, через 15 минут начинает тошнить. То есть, если вы не хотите, чтобы с вашей презентации убежали, то с этим аккуратнее. Плюс, чем плохо Prezi, если вы не покупаете платные аккаунты, аренды, малые люди покупают платные аккаунты, то помните, что Prezi – это открытый ресурс. И большая часть данных это confidential. Поэтому, если вы в сеть изливаете данные, которые носят конфиденциальный характер, то помните, что ничего не стоит взять. А что будет потом, уже вопрос. не дает покоя цифра 181, вот сейчас это 9, то есть подсчет, а это все-таки один с анимацией. Смотрите, здесь сейчас идет это 9, но… 181, то есть, это 181 пункт, который вы показали, но в меньшем все-таки количестве слайдов. Если брать полностью завершенные слайды, то, если я не ошибаюсь, получается там около 130-120. Ну, то есть, все равно не 30. Все? А вы проводите ли вы, условно, тестирование наклон, проверять вообще, как она воспринимается? Есть пиратность ошибки? Мне кажется, что крутая результация. Как можно ее проверить для того, как несу принимающего решения, и ее показано? Есть ли какие-то Ну, есть ваши коллеги, на которых вы можете потренироваться, есть ваша семья и ваши друзья, опять-таки, если это не купидайшн-информация. А так, все, наверное, зависит от вашего какого-то ощущения и опыта. То есть, если, я говорила, что основное правило презентации это делать презентацию так, как если бы эту презентацию показали вам. То есть, если вам приятно на нее смотреть, если у вас все логично ложится, то, скорее всего, так оно и есть. Верите себе. Вы себе не брак уж точно. Нет, ну, не ловите. А если у меня еще такой вопрос, есть разные форматы презентации, Т-3, у нас есть, там, Печа-куча. То есть, в принципе, все эти принципы, они распространяются на все форматы, где бы ты ни выступала. в Пече-куче, насколько я знаю, там 20 слайдов по 20 секунд на каждые. Да, я не вижу ничего противоречившего. То есть, фокус, основная идея, самое основное, то есть, убрать все лишнее. И, да, за 20... Помните, что ваши слайды, они должны не читаться, они должны сканироваться. То есть, вот этот слайд, он не сканируется, он читается. Если, вот, помните, да, в самом начале у нас был пример с дорожным знаком, с этим желтым, испанским. Если ваш слайд не сканируется, то, ну, уже такой вопросик. Особенно, если эти слайды для выступления. То есть, если вы их отправляете, да, это возможно, там, возможно, и шрифт поменьше, и слайдов поменьше, и все как-то пучнее. Если это для выступления, то здесь мне нужно максимально их делать легкими и удобно воспринимаемыми. Прошу. Сейчас вопрос. Можете поделиться советом, где брать пиктограммы, сайты, которые с поддон называются пиктограммы? Да, есть, на самом деле, потрясающий сайт Pinterest. Там есть, все это, и даже больше. Ходите, вдохновляетесь. Плюс, есть сайт Free Itunes, Itunes Finder, если не ошибаюсь. Там все, все ищите, и это все, все доступно для скачки, и все бесплатно. Ну, кроме, как раз-таки, шаблонов с Pinterest. Там уже можно либо купить их, либо нарисовать им, дайте вы. Кради, как художник. Вот, если хотите, то есть мои контакты, презентацию, думаю, мы вышли вам всем. Вы получили в ближайшее время на почту, и выложено на сайте теплицы вместе с пост-релизом. Если хотите, можете еще пройти, где-то есть. А можно коллегам показать? Презентацию? Можно, конечно. Любой полезной информацией важно делиться, ни в коем случае не хранить ее. Если вам что-то